Слово биологическая ткань. Понимаете, что в биологии называется тканью? Такое определение подойдет для подосиновика или для морковки, а для нас оно не подойдет. Скажите, а почему вы не рассыпаетесь на отдельной клетке? Еще раз. Если были межкредники, то, понимаете, межкредники это то, что между клетками, значит клетки не в контакте. Согласны? Вот так раз, как я рассыпаю. А чем они? Эпитерий сам из клетки. Почему не рассыпается эпитерий? За мертвые клетки. Не усердят. У вас в окно, что мертвые клетки? Нет. Почему не рассыпаются? Мертвые клетки взаимосвязаны. Чем взаимосвязаны? Буками. Так вот, слышали вы или нет, что у растений и у грибов все клетки покрыты клеточными стенками? Да. А что такое клеточная стенка? Скажите, чем покрыто тело средневекового рыцаря? Доспеха. Это понятно? Нет. Так вот, любая живая клетка покрыта биологической мембраной. Это ее кожа. Называется биомембраной. А у некоторых вариантов живых организмов на клетку одета одежда. Но как ладно на рыцаре. Вот такая одежда, которая уже не является клеткой, она одет на нее сверху. И будет называться клеточная стенка. Почему подосиновник не разваливается на отдельной клетке? А там же клеточные стенки склеены друг с другом. А каждая клетка сидит вот в своей ячинке. И тебе понятно? Понятно. Но возникает одна сложность. Клеточная стенка вообще-то очень удобная, выгодная и там подобная. Но животные не имеют права ее изводить. Кто понимает почему? Но подвижны должны быть. Ну представьте, вы сделали там скульптурный бегуна из консервных банок. Припаяли друг к другу. Так? Если вы поставите моторчик. Бегун побежит у вас или нет? Но не умеет гнуться консервные банки. И теперь понятно, животным приходится клеточной стенке оказываться. Из-за подвижности. Вопрос. А на что дела тогда? Почему не рассыпаются? Потому что только у нас, только у животных. Клетки синтезируют межклеточное вещество. Заполняющее пространство между клетками. Так? И вот этот контакт клеточный как раз за счет межклеточного вещества и достигается. У животных. Тканей это не просто разная разновидность клеток. Это группы клеток и межклеточного вещества. Которые отличаются по строению происхождения и задачами. И у всех настоящих многоклеточных животных четыре главные типа ткани. Первый будет называться эпителий. Это покровная ткань. Если в организме есть хоть какая-нибудь поверхность. Эта поверхность обязательно будет выстилаться эпителия. Второй тип ткани. Мышечная ткань. Ну, задача мышечного клетка, по-моему, понятна. Не нужны эти комментарии. Они переводят, используют химическую энергию для совершения механической работы. Кто не знает, можно записать, что мышцы умеют только тянуть. Ни одна мышца толкать не умеет. То есть они совершают работу, только сокращаются. Хорошо. Третий тип ткани. Нервная ткань. А эти умеют внешнее воздействие преобразовывать в электрохимические сигналы. И свободность нервных клеток способна обрабатывать эти сигналы. Система интереснейшая. Но чтобы с ней разобраться, нужна, ну, хотя бы элементарная основа по химии и физике. Так что с нервной системой по опам без таких знаний разобраться в опаме. Хотя, собственно, у меня есть свое время для нервного контроля. Я написал такое пособие «Основы физики и химии для серьезной биологии». Живой-живой. Что? Живой-живой. Ну, живой или не живой, просто разложенный цикл рельсами от тем, кто… Он в сети выложен весь, там, много-много часов. Вполне, начиная с пятого класса, народ лежит. Никаких проблем. А потом, когда начнется химия в школе, вам проще будет, соответственно, с химией возиться. Так вот, последний, четвертый тип. Соединительная ткань. А вот это хитрое-хитрое. Сейчас мы придерживаем ответ на ваш вопрос. Если взять килограмм мышечной ткани, как, кстати, мы называем, допустим, коровью мышечную ткань? Мясо. Мясо. Говядина. Вот это и есть говядина, так? Заодно свиньи надо что-то такое. Свиньи. Это мышцы свиньи и так далее. То, что мы называем мясо, это, на самом деле, мышечная ткань. Классно. Мы берем килограмм S. Как положено? Какая часть этого килограмма приходится на клетки, а какая на межклеточное вещество? Больше части клетки. Ну, больше так, 55% клетки. 20%. Чего 20? 20% клеток. А вот 80% межклеточное вещество. Скажите, пожалуйста, а какое-нибудь вещество работать умеет? Клетки. А клетки? Да. А задача мышечная какая? Совершаться. Совершать работу. А это значит, чего у них должно быть больше? Клеток или межклеточное вещество? Клеток. Клеток. 99,8% панасия объема это клетки. И совсем немножечко, ну вот просто чтобы они не развалились, склейка идет. А вот в соединительной ткани всегда больше половины по массе и объему межклеточного вещества. И причина здесь очень простая. Кто понимает, что называется цитоплазма? Цитоплазма. Да. Дальше. Ну, это клеточная жидкость, в которой находятся все клетки? Да это не просто клеточная жидкость. Это, грубо говоря, все, что есть внутри клетки. Клетка что такое? Это мешок из белой эмбраны, заполненный цитоплазмом. Все? Точно. А может ли цитоплазма... Да, на что на то же все похоже? Из вещей, которых вам? Кисель. Кисель. Опять скажите, можно ли из киселя построить что-нибудь прочное? Нет. А теперь попробуйте из клеток построить какой-нибудь прочный орган. Вы понимаете, он будет кисельным. А это значит, такая у него прочность. Рядом с нулем. А у нас есть прочный орган? Да не только костя. Кожа. Попробуйте, но брючный элемент не из пластика, а настоящий кожный. Попробуйте руками порвать. Я на вас посмотрю. Так? Значит, очень прочная внешняя потребность, прочнейшие жгуты идущие, относится к костям, чтобы усилия передавать, сухожилия и связки. У нас очень много прочных вещей. Вопрос о том, что клетки в киселье? Клетки в киселье? Клетки в киселье. Да. Клетки синтезируют внутри себя вещества, прочные, и выводят их в межклеточное пространство. Вот так устроены все соединительные ткани. Так? Если в организме что-то нужно сделать прочно, так? В этом месте развивается соединительная ткань и будет строить духовую волокнистую основу, и если надо, на эту основу отложить там какой-нибудь матриц. Или желе, очень плотная, больше всего на резину похожа, либо просто кристаллическую решетку, как в случае скелета. Так что перегородки между отдельными мышцами, это, конечно, соединительная тканная пленочка. Точно так же, сама порта снаружи покрыта, соединительная тканная волокнистая футляра. Я к этому могу сказать? Да, и в этой вашей классификации кости это тоже соединительная ткань? Не так вот. Ни один орган не может состоять из одной ткани. Внутри костей кровеносные сосуды проходят? Проходят. Там же сидят живые предки, им кислород нужен, питательные вещества нужны, надо избавляться от продуктов обмена, надо получать химический сигнал, гормоны называются. Скажите, а при переломе костей вам больно? Да. А еще как? А это значит, что еще внутри костей, кроме кровеносных сосудов? Нервное окончание. Нервное окончание, разумеется. Вся система наша регуляция. Ну и если понимать, что такое лимфатическое сосуды и зачем нужно лимфам, то очередные лимфатические пателляр туда ходят. Не бывает ни одного органа, ни одно и с ногами. Когда есть нога курица, то это ножка курица, где мышцы, и потом идут почти кости. То есть кофе и кости. И потом увеличить. Где там что-то? Где там около 30 лет? Ого! Дайте карандаш, конечно, выклаживайте. Вопрос о нижнем участке. Да. О самом нижнем участке. Мышцы, которые приводят в движение пальца, у курицы вот здесь, у всех здесь. Скажите, пожалуйста, а где находится мышца, которая движет вашу наказательную пальцу? Ага. Ну, разогнаемся. Положите руку вот так. Снаружи. Вот так, как я это делаю. Не изнутри, а снаружи. А здесь пошевелите, обойтяните пальцы и пошевелите. Что чувствуете? А вот посмотрите на руку, это видно и снаружи. Ага. Ага. Хорошо. А от движения сгибания пальца. А вот посмотрите на эту сторону. Видите? Положите. Положите вот так руку и посгибаете пальцы. Чувствуете? Угу. Мышцы сгибающие пальцы вот, отводящие пальцы вот здесь, а сгибающие здесь. В костях тоже дверки. Так, что вы можете попасть в холосток сосуд. Вот там. Вот очень тонкий. Хорошо. А какой толщины тончайший кровеносный сосуд, да? Расплеть тоньше вашего волоса. Может ли такой сосуд попасть вот в такую тоненькую кость? Да. Никаких проблем. Давление будет. Давление где будет маленькое? В сосуде. Понятно. Но и на самом деле там небольшое. А зачем большое? Ну. У этого сосуда в стенке из одного единственного слоя клеток. А это значит, что с ним будет, если вы кровь туда пошлете? Большим давлением. Да. Его просто порвают. А кого было придется вверх? Он кто? Как вернуть кровь? А, вот это вопрос правильный и очень хитрый. Дело в том, что наше сердце имеет задачу послать кровь до капиллярных сетей. А дальше кровь сама не вернется. Существуют механизмы венозной подкачки. Это уже не работа сердца. Это дополнительные механизмы, возвращающие кровь в сердце. Его чувств? Ну, у нас любое движение в нашем теле всегда при помощи мышц. Насос подразумевает наличие движения в той или иной форме. Потому что это всегда, конечно, мышечная работа. Только это не мускулатура сердца, а только мускулатура. Но там нет места для мышц. Где там? В нижнем... В ладе. Да. В нижнем участке. А, вот здесь в стопе вы имеете? А здесь и нет мышц. Почему отсюда кровь возвращается? А представьте себе. Вот смотрите. Хорошо. Вот трубка. Вот капиллярная сетка разрушилась. Так. Вот капилляры слились. Давайте вену. Черт возьми. Ило пошла вену. Сосуд возврата. Так. Классно. Коктейль. Вену ставим вот такие клапаны. Которые пропускают кровь в эту сторону. Какие карманы называются прорезные, какие накладные. Понимаете? Вот это какой карман? А хотя... Нет. Знаете, что она от меня все накладная. У джинсов классических. Спереди какие карманы? Прорезные, а сзади. Накладные. А теперь представьте себе сумасшедшего пасмола. Который взял и перешил три накладных кармана внутри штанина. Не снаружи, а внутри штанина. Так? Значит. Теперь. В этот карман сверху войти можно? Да. Можно. А снизу? А почему снизу нельзя? Можно? Да. Попробуйте. А почему нельзя? Потому что здесь зашит. Потому что зашит с этой стороны. Итак. Берем штанину. Вот она. Внутри карманы. С этой стороны они открыты. А вот так они пришиты. Вот один карман. Вот второй карман. Вон там третий карман. Увеличилось. Увеличилось. Прижались друг к другу. Вопрос. Сможет ли вода дальше проходить сквозь штанину? Нет. Система закрыта. А теперь я взял, перевернул штанину и льду с этой стороны. А тут вода просто прижмёт карман к стенку и вода совершенно спокойно пройдёт. Понятно? Хорошо. Так вот. Вот этот карманчиковый клапан. И стоят они у всех. Вен. Абсолютно. Которые пропускают кровь к сердцу и не пропускают, но так закрываются. Если кровь пробует изменить направление. А теперь. А в этой части ноги мышцы есть? Есть. И вена это идёт через эту часть ноги. Классно. А скажите, а как будет меняться форма мышц, когда она переходит в рабочее состояние? Сжиматься? Сжиматься. Сжиматься в каком направлении? Мышца хозная или объёмная? Объёмная. 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 То есть, что у мышцы есть длина и есть диаметр. Но они увеличатся в диаметре и уменьшатся в длине. Совершенно верно. Вот. Вена проходит между двумя мышцами. Мышцы поочередно сокращаются. Здесь нет две, здесь намного больше мышц, естественно. Значит, при увеличении диаметра что они с веной делают? Ну, кровь. Они сжимают. Что делают кровь из вот этого клапанного этажа? Переходят сюда. Переходят сюда. Теперь мышцы расслабились. Вена восстановят свою форму. С тем, кто не упруги, на него жаль перестали. Кровь ушла, а вена расширилась. Что с давлением в секторе? Уменьшилось. Уменьшилось. Этот сектор подсосал кровь из этого сектора. Теперь вот здесь произошло сокращение. Этот сектор выбросил кровь сюда, а сам подсосал кровь из этого сектора. В этом секторе давления упало. Упало и стало меньше, чем в капиллярах. Что сделают крысы капилляры? Все. Включили отсос венозной крови из того места, где нет своего нагнетателя. Идея понятна? Да. Угу. Я ответил на ваши вопросы? Славно. Садимся. Спасибо. Спасибо.